Прозрачный как стеклышко. Именно таким будет надземный пешеходный переход у остановки таможня. Старое покрытие из поликарбоната меняют на новое. Работы обещают закончить за три недели. При этом сам переход перекрывать не будут. Максимум ограничит движение по дороге, когда будут менять центральную часть. Да и теперь можно точно сказать, что внутри перехода засияет солнце, которое покрытию не навредит. Он со специальным покрытием. Солнце защищенный материал, то есть он более долговечный. Плюс у нас остался в принципе в России не так много производителей, потому что материал очень специфичный сам по себе. И конкретно вот этот поликарбонат полностью заказная позиция, потому что все размеры нестандартные. Старый поликарбонат здесь установлен еще с момента открытия. И тогда и сейчас это было модно. Впрочем, вандалам тоже нравится. Пахабными надписями разрисовывают регулярно. Да и сами так называемые стекла сильно помутнели. И было принято решение все поликарбонатное покрытие заменить. Сами видите, в каком состоянии поликарбонат. Это произошло как раз из-за того, что его периодически разрисовывают. То есть если поликарбонат... Вот сейчас стирать эти надписи, которые есть, то химия разъест. И поликарбонат будет опять такой же, как вот он есть старый. Вот. Из-за этого мы решили. То есть уже некрасивый и вид некрасивый. Хотелось привести все в порядок. Работы стартовали во вторник, 19 октября. Подрядчики поменяли часть окон на лестничном пролете. И показалось, на этом пока можно остановиться. Но с утра реставраторов ждал неприятный сюрприз. Граффити, непонятные цифры и сигнатуры. Теперь это появилось и на новом поликарбонате спустя всего лишь сутки. Видимо, вандалам не столь важно, где именно рисовать. Нужен только белый лист, чтобы пометить территорию. Краска и также маркер содержат растворители. Ну, соответственно, любой растворитель с пластиками, с полимерами, то есть наносит ущерб. Какой конкретный искус зависит от того, чем его разукрасили. Проблема в том, что из-за таких художеств весь поликарбонат в скором времени из прозрачного вновь превратится в пыльный. Вся химия, которой на нем рисуют и которой надписи стирают, оставлять на материале свои следы. Но сохранить прекрасный прозрачный вид надземного перехода можно, говорят специалисты. Нужно только поумерить кое-кому в свое желание испортить что-то прекрасное. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».